Шестой класс, шестая серия. Решение задачи. Расшифруйте ребус. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Разные буквы – разные цифры. Может ли буква B соответствовать цифре 4? Так, сразу можно назвать значение А. А – 9, потому что складываются числа трехзначные и двузначные. И получается четырехзначные. D – только один. Так, здесь тоже один. Допустим, B принимает значение 4. Давайте запишем вместо B 4. Так, теперь надо рассмотреть разные значения С. Причем, чтобы значение суммы получилось числом четырехзначным, С должно быть больше 5. Допустим, С – 6. Так, давайте найдем значение суммы. Первое слагаемое – 946, второе – 64. Значение суммы – 1010. Все получилось. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Разные буквы – разные цифры. Значит, ответ – да. Буква B может соответствовать цифре 4. Задача вторая. Скорость автомобиля – 90 км в час. Сколько метров он проедет за 20 секунд, если увеличить скорость на 5 метров в секунду? 90 км в час – это 90 тысяч метров в час. Один час – это 3600 секунд. Чтобы получить скорость в метрах в секунду, надо 90 тысяч разделить на 3600. Получится 25. Если увеличить скорость на 5 метров в секунду, то получится 30 метров в секунду. И с такой скоростью за 20 секунд он пройдет путь 600 метров. Ответ – 600 метров. Задача третья. Есть 10 палочек длиной 3 см, 10 длиной 4 см, 15 длиной 5 см. Можно ли, используя все эти палочки, сложить прямоугольник? Предполагается, что разламывать палочки на части нельзя. Если стороны треугольника имеют длину, которая выражается натуральным числом, то периметр такого прямоугольника, вот сумма длин всех его сторон, число четное, потому что две длины, две ширины. Так, давайте найдем длину всех этих палочек. То есть, если можно сложить прямоугольник, то значение вот этого выражения должно быть, по крайней мере, числом четным. Значение этого выражения число нечетное. Значит, нельзя, используя все эти палочки, не разламывая их, сложить прямоугольник. Ответ – нет. Задача четвертая. Есть два кувшина на 6 литров и на 4 литра. Можно ли с помощью таких кувшинов налить из крана 2 литра воды в меньший кувшин? Если вода наливается из крана, значит, можно наливать любое количество этой воды и можно воду выливать в раковину. Решение можно записать вот таким образом. Сначала 6 литров в тот кувшин, который большой, на 6 литров. Меньший кувшин пока пустой. Затем перелить 4 литра в меньший кувшин, то есть полностью его наполнить водой. 2 останется в том, который больший. Затем вот эти 4 литра вылить в раковину, освободить меньший кувшин. В большом кувшине останется 2 литра. А теперь осталось перелить эти 2 литра в меньший кувшин. Значит, вопрос – можно ли? Ответ – да, можно. Задача пятая. В числе 12 534 все цифры разные. Какое число ближайшее к этому обладает тем же свойством? Надо рассмотреть натуральные числа, которые меньше, чем 12 534, и те, которые больше. Так, все цифры должны быть разными. Значит, то число, которое меньше, вот ближайшее, это 12 530. Вот эти числа отличаются на 4. А из тех чисел, которые больше, ближайшим будет 12 536. Так, чтобы все цифры были различные. Эти числа отличаются на 2. Значит, 2 меньше, чем 4. Значит, ближайшее число – это число 12 536. Ответ – 12 536. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...